всем здрасте друзячечки мои розлюбезня значит дивиться забрали мы поросят с четырех выводки у дочки киевлянки у манюни манюнирной сестры и у нюрки вот так це получается цей выводок це манюни оце ей восемь штук сами крупни оце получается и сестры манюниной сестры 7 штук я попросила все живи здорови це в нас ки это нюрка нюркин выводок и так же тут а половину четыре штуки нюркин их це те шо мы підкидывали до дочки киевлянки но витянула дочка киевлянки забрали поросят ты открыла дай мы тут айтопим тут ташкент просто ми тільки що приїхали додому и не было дома нас и затух вот сейчас распаливаем поросята предстарт практически не ели дуже погано а я им купил на 4 виводка 6 мешків предстарта едва в мене ще було и получается весь предстарт лежить в нее не ели я сейчас его решил в мешків шесть ним скормлю а потом уже потихоньку перейдем на старт предстарт вигляде ось отак вот такие вот гранулки оце предстартовый корм для поросят иди готовый фасовка по 25 килограмм они еще шуганые я их мы вчера их забрали идите ешьте ну вони то там трошки дзюбали им насыпав жменями ну дуже-дуже мало їли предстарта можно сказать практически не ели та не бійтесь вий идіть кушайте идіть бояться все воно ж за мамкой скучает новое місто все новое и цим та есть но все равно підсыпать да получается саме лучше едят нюрканевик значит я им трошки они в кориде в ней ели да значит я им трошки добавлю что тут замок заедает воно ж давно тута не держали поросят попід ржавели замки ох атак все водичку ж им надо привыкать пить а то же из поилочки бо они ж пили скафтрульок а це уже поилка о тут розгоре розгораються розгораються уже сейчас розгорится будет нормально так друзья ки шо мы решаем мы решаем то шо цих поросят цих яких забрали от свиноматок будем перегонять ось сюда не ну шо не продаем це понятно нам самим не хвата а цих поросят подержим їх тут районі месяца и перегоним оцидверки на щеля на щелях у нас там на цю неделю шо буде завтрашнього дня нова неделя три штуки ми убираем и один понеделок півторик и все и щеля пусті будем вимивать вибилювать и будем на немать и лосос будем викачивать ну короче думаем так а цих поросяток опять же запустим туда значит дивиться давайте я вам так расскажу багато мне пишут остав стас от их поросят остав стас от их поросят хай будут як тюльпаны и так дальше и тому подобное объясню мое наблюдение ну и так ответьте на вопросы там тоже багато по собиралось вопросов вы сейчас на дворі просто иди дочь на дворі дуже не познимаешь так от получается что тюльпан у нас за год вырез 300 килограмм це був промежуток літа то есть и он поганенько ел но если грубо говоря трошки раньше я его остав он бы был в районе 350 килограмм это реально и это стопроцентно и дивиться что поставить поросят чтобы росли как тюльпан вот такие вот допустим кантуру 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 это дюрок петрен они не будут так как тюльпан рости с таким темпом роста а это же учатся пить на как мы им кирпичинки поставили он чтобы они вот так опирались и пили и вот кантуру так рости не будет как тюльпан рост них не будет вот мы сейчас убираем там сколько 7 месяцев ну там сейчас допустим 7 месяцев с хвостом ему же иди получается ну грубо говоря да 7 плюс ну 180 килограмм 175 ну там сейчас будет 185 то есть бачите уже 7 месяцев у них вес 170-180 малковатый а тие какие если такие как тюльпан мы убирали такого грижовика ровно в 7 месяцев був 200 килограмм а вони на 200 в 7 месяцев в жизни не витянуть это эти кантуру они хорошие ростут хорошо но они тюльпаны мясные сала практически нема да но они тюльпаны потом похоже что может быть на тюльпана на тем просто это манюнины и ее сестры где есть дюрок ландрас но опять же там получается как помеха и где петрен в них же мама лагает петрен дюрок и покрыта ёрширом вот они вышло таки я считаю моё мнение петрен у меня были и чистые и подмешанные и не чистые и грязные самое больше что мне не нравится по ростам по содержанию по проблем по всым проблемам это петрен это самое тупое что я когда либо бачил петрен покрывать свиноматку петреном и оставлять их на откорм моё мнение это самое хуже что можно соби самому собі зробить петрен саме негоже для содержания особенно на откорм обясню чого петрена тем просто дуже слабый петрен ему надо высоко сбалансированные корма хорошие петрену надо сухое примещение постоянно температура чтобы было тепло не сквознячка не да ничего бо он то кашляет то пукает то еще что у него иммунитет дуже слабый воно самое хуже но мне не нравится петрен у меня был и петрен у меня был каштан петрен хряк какого я с детства и я знаю кто как росте самое хуже в моем господарстве росли это петрен и самое дольше самое быстро быстро это эфка эфка что такое ф1 ландрас ёршир ёршир это английская крупная белая и перекрита дюрком оце самый колоссальный рост и и и и лучшего я пока что не бачил ни от петренев не петрен дюрок не макстер и макстером я покрывал я ничего лучшего не побачил также кажут как же ж они есть генетическая компания называется как же вона не бредер короче порода ой забыл учил а дан брэд дан брэд вот там порода дан брэд дан брэд cf1 чтобы вы знали и трехпородный гибрид ландрас ёршир вот это и есть дан брэд это просто генетическая компания так называется дан брэд и вон и роблять эфку покрывают дюрком и получается дан брэд ёршир дан брэд ландрас дан брэд дюрок оце этот кто не знает можете узнать эту информацию дан брэд породы нема це трехпородный гибрид яка ну допустим я стас водолага ось порося породы водолага все или там породы тюльпан а в итоге оно же те самое ёршир ландрас и дюрок ну я думаю вы меня поняли также чё я отказался от свиноматок породы дюрок и чистого дюрка дюрок росте более-менее так ну по 10 балльной системе на семёрку як свиноматка по 10 балльной системе двойка по многоплотности одиница по вытягиванию поросят ноль дуже слабе пока воно старта не пока это оце ходитима отаке де вони ото я крыжа сама маленькая те в нас ото як ото рижа худе длина ото воно ходитима три месяца отаке це если буде чистого дюрка отаке зігнута жопка отаке переляка переляка не трястиметься гудить да отаке буде два месяца той три ну це я если був би чистий дюрок це шо дюрок петрен то вони вже як би гибрид і погучається шо трошки ото ото дюрки оце ото як у мене маленький ото і ще менше я б зробив би щас отьом як у мене свиноматки були чисті дюрки і отаке порося місячно продавать як вон стоїть маленький риженько це такі в дюрків если в дюрків рождаються крупні поросята хороші масивні то не чистий дюрок я кажу своє мнение не надо мені там доказано ось у мене я покрив петреном 6 місяців різав 340 кілограм ці історії я знаю я кажу те що я проходив у себе я допустим шоб сравнить ножик мій за 770 гривень із крутим ножом заказав собі дамаск за 5 тисяч хваленый ковка сталь страшенна дамаск супер пупер я заказав собі через определенного чоловіка і сравнив із моїм за 770 гривень небо і земля невдобно нічого я вже викидав його жир різать ну як вона жаре на смави цитовано каже невдобно рука болить що попало то есть я прежде чем щось щоб щось сказать я це сравнюю я не так що тяп тяп языком я потрачусь я заморочусь я там усугублю сам собі цих проблемами но я це все равно сам собі докажу і тоді уверенно там кажу що в мене ножи там хороші чи там допустим така порода не росте така росте бо я це вже все пройшов так же само по м'ясу мені раніше писали оце що ви там кормите оце ж порисята на предстарті потім ми їх на старт а тоді вже там корми хто чим хоче його жрать невозможно хімія одна там ось у мене на сиворотка пшениця а я ж больний не один раз уже я ж навсю голову больний насчет цих тем позаказував у людей які я знаю що кормлять обичним гарбузами картошками там одну варять каши заказав і під чергевка і сала білого і лопатку заказав і все перепробув пережарив пересирим і їв і так і так і так по-разному і зробив собі тоже ж якби виводи свої так що то що ви це як ото сама лучша совєцька та солдеповська сокира це вже давним давно сравнено по моєму методу і я якби для себе зробив вивод що не все при совєцькому союзі було дуже хороше і качественно щас є набагато набагато качественного чим при в совєцькому союзі поэтому друзяки если я щось скажу то я це или пройшов или точно знаю а просто так ото балакать языком трясти ну знаєте воно тоже ж мені мені ж вопросы люди задають тебе ж були раніше дюрки а чо щас немає свиноматок вони ж бачать що їх немає то що воно не гоже я зразу заявляю на свиноматку і так само на тюльпанів ми оставим мене щас перед новим годом должна опороситься барашка от того виводка ми оставим на тюльпанів вона перед новим годом дасть Бог опороситься і ми оставим будем їх убирать на следующий ну перед следующим новим годом ровно через рік 12 місяць і от вони в зиму ті що народяться в зиму і до літа вже будуть зору от вони будуть у мене 350 кілограм в год може навіть трошки більше це я кажу вам уверено і сам цьому уверен если я за цих риженьких красивеньких кажу не уверено значить я в них не уверен ну не знаю подобне буде подобне бо тут а типо як йорширчик єсть йоршир подобне буде по темпу роста ці манюня манюнина сестра щось воно подобне буде да а так бачите що просто що ми їм мішаємо а так воно залазить їдять предстарт це вони ми вчора їх забрали хотів вчора відео знять так і не зняв і уже їдять предстарт водичку п'ють водичка мене ось отакі лайфхаковські каністри їм уже по п'ять годів оця оця ну нормально он же ж п'ють понавучують одне поп'є друге третє і понавучуються так що друзячки ото так так же по свиноматкам якщо на свиноматку хороше буде ось оці допустимо манюня манюна сестра кантур болі мене на на свиноматку непогано но рост оци буде лучше чим оцих а еси допустимо на свиноматку взять київлянкиних дітей он білої о той це ж київлянкиної дочки і оці світліші це київлянкиної дочки вони на свиноматку негожі однюрки да однюрки хороші стандартно стабільно там 12-14 поросят вона витягує болі мене ну непогано ну не конечно не f1 ну тем не мене тут же непогано думаю все розказав так же по чому я ще хотів сказати чим ти кормиш як ти робиш старт думай хто воно гепа диви куди а цей кирпичинкою вже грається я ж вам положив її як стульчик у вас був так же чим кормиш а це ж саме основне постійно пишуть яким преміксом що ето скажи нам це названня премікса і ми будем так само кормить і в нас будуть так рости ні не будуть це сказки бабушки арици не один премікс не спасе і вас свині не влазять в сарай бо ви почали кормити другої марки преміксом у вас ці тюльпани лежать і ви не знаєте куди їх воздавати бо не хотять їх брати береги бо вони по 400 плюс кілограм такого теж не буде премікс не рішає нічого взагалі практично не рішує не не рішає як я роблю стартовий корм на 100 кілограм от я вам кажу пропорцію 100 кілограм як я роблю стартовий корм в мене простився 76 кілограм зернової групи в зернової групи в мене одна пшениця ви можете кукурузу ячмів пшеницю що хочете 4 кілограма премікса стартового і 20 кілограм соєвої макухи то є соєвого шрота і все ось вам готовий стартовий корм ось це чим я кормлю бо одні і ті самі питання побачить поросята в 4 місяці згодом чим ти кормиш воно не завісить від корма я ж так само як тюльпан у мене ріс так само кормив других друге не росте а тюльпан росте а корм один так що друзячки це все сравнюється і ну багато людей просто не хотять понімань що не все рішає корм не все рішає премікс іди іди туди а все рішає свинки гібрид і порода і петренів ви в мене вже нікого не побачите не чистих не грязних да хуже я не бачив чим петрен оце ще тут помість петрене но опять же помість петрене да вона дає свою там красоту воно лисеньке красавеньке джобка блестить но толку особу мало якщо б мені сказали кого ти вибираєш петренів красивих таких накатених или ото що в тебе вверху средні клетки от барашки виводка я б сказав би средня клетка от барашки виводка свині як не знаю стабільні ростуть чітко нема ніяких проблем не боліють не кашлюють не пукають ніде нічого рост просто колосальний вось ми щас оту красоту посадив воно ж тупе воно во-первых кричить вони дуже ну дуже ну дуже тупі реально от де є петрен там щось з головою свиноматки це сто процентов ось мене даже далеко ходить не буду оберзянка київлянка самі дві агресивних свиноматки це чистого петрене воно віздє замкнути де є свіршичек вандрацик дюрочок красота порядок і спокійстві даже я вам ось розказую а в мене младші научні сотрудники сидять і теж слухають що я буду їм казати побігаю розбиратися хтось там прийшов так що друзячка то так ролик такий показав що перевів на ночі я включаю ночничок правда надо помінять лампу другу поставити їм тут тепло підтаплюємо хорошо шо воду п'ють їдять хрюкають ну вони ще хрюкать будуть днів два три а п'ють да як диви всі підходять а ти доливала сьогодні воду так а вони бачить дуже дуже мало попили ну вони ж тільки та вони тільки починають ось щас на ось нажимай отак і п'єш ось нажав і пий бачиш от ротиком отак нажимай вон нажав отак держи отак отак держи о о о там мене не кусать і пий так задні давай іди ціда ось нажимай ротом отута жми іди іди жми 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 отута Вот, нажимай, вот, давай. А это самые крупные у Манюни, чтобы были. Та питим, сейчас одна, другая, третья питим. Тут АТП уже есть, бачишь? И сижу уже понял. И он сейчас ротом, боком будет нажимать, потом... Ось, вот так, давай. Сам нажимай ротом. Ого! Ого, он прижимает чуть-чуть. Вот эти уже пьют во всю, ого, понатягивали. Вот они сначала кусают, да, потом пьют. Порося там интересно, они бачат, что-то стерчут. И тут воду они чувствуют, и все равно его нажимают и пьют. Хрюкают за мамой, скучают. Ну, мамы нет. Мама ваша порвала все на свете, пока вы повыходили. Но, кстати, никто никого не предали вообще. То есть все живы здоровы, как родители горбузовы. Всем всего самого научного. Это приходит до меня моя младшая научная сотрудница. А ты в меня зашукаешь, ты знаешь, что нет. Знаю. Я это, как вы ходите, не пойму, где Вика. Ну, где Вика, или в гараже, или в том сарае, или там, или в кормоцеху. И смотрю по собакам. Где Аська, там и Вика. Сегодня в окно с хаты смотрю. Боря что-то бля сарая там верхнего стоит. Думаю, значит, Вика там... Да и я Вика пошла без меня. Им понасипала. Да, Асюндра. Асюндра. Асюндрочка. А дивите, как он ревнует, Боря. Сейчас подивитесь. Сейчас я подойду. Да. Ось дивится. Ася хороша, Ася хороша. Ася дуже хороша. Ася хороша. А, он просто что в сара не зайде. А сейчас, если я на дворе так скажу, Ася хороша, и буду ее гладить. Побачите, что сейчас начнет. Ася хороша. Хороша Ася. Иди, Асюндка, иди. Аська, иди. Хороша Ася. Хороша. Хороша Ася. Ася хороша. Хороша Ася. Аська хороша. Ася хороша. Ася хороша. Нет, это он что-то не думает. Он ревнует. Он ревнует. Ревнует, да. Ну, Борька, конечно, староста у нас. А это же их надо пообрезать оцей им бурулькой оцей вси. Но это практически нереально. Если они побачивают, что я с ножницами подходю обрезать, то это начнется тут. Они у меня... Они у меня такие, как бы... Ну, на вольном выгуле. У них нема ж ни нашинников, ни ципков, ни вольеров, ничего. Ну, зато не агрессивные. Ну, они такие, что дурные, да? И даже люди заходят, там скажешь нельзя. Они особо не лезут. Одного раз Боря укусил, а не двух. Укусил за задню точку. Профліс привез на сарай тоді тонкувати. И Боря его ухватил. И... А другого по поросят до нас приезжали. Подписчики тоже ухватил, как поросят забирали. Да, Борька? Да. Боря уже сколько? Семь лет, да? Семь? А, Аськи сколько? Два, да? Три. О, уже три года. В мае, в марте. Так быстро годы летят. Оце Боре получается, если на людский перевезти. Семьдесят годы? А ей тридцать. Да, да что? Чого? Ну, ты бач, старенький який. А вона вообще шоркается. Да, Борька? Я только сказал семьдесят годы. Он сразу... И мовчить. И мовчить, да. Семьдесят годы, да, Борька? Ну, если на людский перевезти. Ему хотя бы четырнадцать. Не, оце ему семьдесят. Он как сварщик. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А це... Аська молоденька. Он и даже бегает. Аська ву, пуля. И він сзадик. Бежит еле-еле. Ну, типа, что же? Не отстает. Да, Борька? Мокривый, как плющи эти. Все, друзья. Всем спасибо. Всем пока. Пятнял обнял. Пятнял обнял. Пятнял обнял.